всех приветствую на моем канале на наука манга комикс и неожиданно негаданно выходит видео распаковка новинок манги ну как новинок это конечно уже старички по сравнению с тем что сейчас выпустилась но тем не менее я все-таки дошла до этой распаковки наконец-таки я ее записала не будем с вами медлить давайте скорее переходить к самим книжкам посмотрим что же там такого интересного у меня есть начнем мы с манги мо психо 100 четвертая книга затем будет 5 издательство терлецкий комикс пока я вам показываю все ништяки данной книги я бы хотела с вами поделиться новостью я пока ставлю стоп на собирание данной серии вы не подумайте но история интересная а рисунок это не минус это все-таки как по мне небольшая изюминка у данного произведения но для себя пока временно я ставлю 100 потому что я увлеклась другими книжками другой мангой а также просто азиатской литературой и пока собирать я не хочу это просто стоит и покупать новые книжки если не буду их читать это все-таки немножко глупо медленно но верно переходим с вами к 5 книги мо психо 100 насколько я знаю выпущена уже шестая книга но ее пока покупать я не планирую и когда куплю я не знаю возможно это будет через три месяца возможно через полгода а может и вообще через год как бы как она пойдет полистаем немножко пятую книгу как вы видите рисунок да специфически об этом я уже говорила но он мне нравится в этом как бы я нахожу свою изюминку это меня не отталкивает а только наоборот привлекает следующая манга от издательства азбука наруто десятая книга это трехтомник в твердом переплете я конечно раньше удивлялась как быстро азбука выпускает книжки и всегда как бы успевала их покупать но сейчас я немножко отстала так как вышел уже 11 и предзаказ 12 скорее всего я буду уже покупать одиннадцатую когда выйдет 12 поэтому обзор будет сразу на две книжки следующая новинка манга геройской академии книга 14 это двухтомник издательства азбука я тоже видела что уже выпущена 15 книга и и я тоже вскоре приобрету а пока давайте с вами посмотрим на 14 из плюсов для меня это конечно же сюжет это какие здесь персонажи как они проработаны прорисованы а из минусов конечно это мелкий текст у меня не очень хорошее зрение и для меня это немножко тяжеловато госпожа кагу 10 книга тоже от издательства азбука уже вышла 11 книга это двухтомник в твердом переплете здесь вот такие вот двухсторонние обложки за это большой респект мне это очень нравится и уже сама черно-белая история с истории я знакома я ее читала но я тоже остановился не помню на какой книге потому что меня увлекли другие книги в общем все достаточно сложные скорее всего я буду перечитывать уже в следующем году огненный удар книга 3 тоже от издательства азбука двухтомник затем будет четвертая книга здесь у нас двухсторонние обложки все конечно очень классно идеально но мне как-то стало грустно от того что серия уже закончилась даже не успев по сути начаться конечно я была в курсе что в манге всего восемь томов и по сути для азбуки это просто разблюнуть выпустить их за короткий срок но все равно как-то грустно потому что серия уже закрылась и надо бы с ней полностью ознакомиться я читал только отрывками когда-то очень давно завершающая четвертая книга огненного удара это также двухтомник давайте посмотрим на обложке двухсторонние и затем уже перейдем к самой книги внутри у нас все по той же схеме персонажи характеристика и дальше у нас идет уже черно-белая история немножко посмотрим на рисунок и перейдем к следующей книге говорить о персонажах сюжете я сейчас не буду я сделаю это в другом видео возможно уже она тоже выйдет следующем году потому что планов на этот год много но времени осталось очень мало долгожданный финал сердца пандора 12 книга очень прям такая толстенькая красивые конечно обложки у этой книги я прям в диком восторге я давно хотела распаковать эту книжечку наверное только ее больше всего было желание распаковать и наконец-таки я это сделала теперь мне нужно будет перечитать все чтобы вообще понимать что происходит в этой манге потому что манга очень спутанная я читала ее отрывками то есть выходили книги я продолжала чтение конечно память моя не очень и какие-то моменты у меня все-таки улетучивались поэтому в следующем году наверное я сделаю чтением этой манги она будет 24 часа либо же что-нибудь придумал вот такая вышла распаковка манги здесь не так много книг по сравнению с тем что у меня лежит еще не распечатанная ждет своего часа расстановки книг по полкам сейчас не будет так как мне еще не пришел шкаф хотя мне обещали божились клялись что он будет но к сожалению вышло так что все переносится на следующий месяц до 10 числа где-то поэтому всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на меня в телеграм канале также на youtube канале и оставлять комментарии ставить пальчик вверх в общем ваша активность это стимул для меня